Тайны фонда SCP, бесконечная генерация уровней, интересные квесты, всё это есть в игре на Android The Lost Signal SCP, которую пилю я сам, когда не пилю видео на этот канал. Качайте игру, играйте в игру. Я говорю так не потому, что это поддержит этот канал. Ваша участь в загробной жизни определится. Ссылка в описании. Всем привет! Случилось то, чего мы так долго ждали. Настало время представить невероятного и блестящего доктора Развлечудова. Все мы слышали о нём так или иначе. Такое чувство, что он успел побывать в каждом аномальном уголке мира SCP. Более того, многие из этих аномалий сделал он сам, наделяя абсолютно безумными свойствами. Большинство аномалий, создаваемых им, нелепы и забавны, и во всех случаях довольно смешные. Но смешно явно не тем людям, которые в эти аномалии попадают. Так кого же пытается рассмешить весёлый доктор? Нет ответа. Ну да ладно, идём дальше. Самый первый объект фонда, относящийся к доктору, это SCP-445. Супербумага доктора Развлечудова. Листы бумаги, которые, будучи сложенными в форме какого-либо предмета, приобретают свойства этого предмета. А если их сложить в виде чего-то опасного, это непременно приводит к жертвам. Идеальная игрушка для непоседливых детей. Кстати, среди изделий весёлого доктора немало игрушек, как безопасных, как, например, игрушечный робот Майки SCP-1508, который помогает в уборке, так и несущих серьёзную угрозу, например, Генерал Бип. Тоже игрушечный робот, способный помочь детям играть в войнушку, подсказывая, как им собрать аномальное оружие из подручных предметов. Детские игры с ним превращаются в кровавую баню. Но чтобы кровавая баня не доставляла много хлопот, доктор продаёт наборы юного трансплантолога, при помощи которых можно заменить потерянную часть своего тела на новую, крайне полезный товар. Помимо разных игрушек, доктор Развлечудов делает также и живые организмы, с разными характеристиками. Например, огнедышащих улиток и акул, стреляющих лазерами. Все его изделия в каком-то смысле похожи на издёвку и над церковью разбитого бога, и над церкицистами. Особенно забавным в этом плане выглядит SCP-1550, питомцы на любой вкус, где доктор Развлечудов демонстрирует, что делать любую фигню из плоти может не только корцист и он. Все эти предметы доктор Развлечудов изготавливает как товары на продажу, что делает его деятельность чем-то похожим на деятельность фабрики. И это не просто так. Кроме того, различные намёки к тому, что Развлечудов имеет отношение к фабрике, можно найти во многих текстах SCP. Вернее, в SCP-2933. Тому есть прямое подтверждение. Господин Жуть является и собственностью фабрики, и изделием Развлечудова из коллекции маленьких господ. Энтони поднял защитные очки на лоб и посмотрел на человека, работавшего за ближайшей конвейерной лентой. Хотя они работали рядом уже года три. Энтони так и не удосужился узнать имя этого парня. Просто на фабрике это было как-то и не принято. Несчастные случаи здесь случались слишком уж часто, чтобы заводить друзей. И даже если вы не были в числе тех, кто пострадал от смертельной аварии, или тех немногих, кто просто бросился в машину, всегда присутствовала угроза однажды попросту исчезнуть. Тем не менее, прошло уже три года, а Энтони был по-прежнему жив. По-прежнему работал на фабрике, вместо того, чтобы бить нацистов. Когда-то он потерял большую часть левой кисти, но точно не мог вспомнить когда и как. Длинные смены слегка размывали чувство времени, но он все же по-прежнему трудоустроен, как и человек за конвейером по соседству. В отличие от большинства сотрудников, этот парень ни разу не пострадал ни в какой аварии, несмотря на свой трудовой стаж. Энтони не понимал, как это у него получилось, но как-то этот тип приспособился. Человек ставил клеймо фабрики на круглые жестяные банки, почему-то уже выглядевшие ржавыми. Он опускал рычаг вниз, и фабрика обрушивала одну из своих многочисленных рук, оставляя печать на жестянке. Затем лента издавала краткий стрекот и ставила перед человеком новую жестянку. Он повторял это действие, не фокусируя взгляда. Снова надев очки, Энтони почувствовал окутавший его изнуряющий жар. Он обернул блестящий обруч вокруг цилиндрической камеры и сварил его концы вместе, укрепляя конструкцию. Варить, имея всего полторы руки, должно было бы быть практически невозможно. Но он никогда не испытывал с этим особых неудобств. Энтони даже не знал, для чего вообще нужна та штука, которую они здесь мастерят. Он просто собирал центральную камеру, а затем отправлял ее дальше женщине, которая прикрепляла к ней датчики и трубки. Потом он возвращался на свое место и принимался за другую камеру. Откуда они берутся, он не интересовался никогда. Ответы на вопросы о фабрике часто были весьма неприятными. Вершиной всей этой развлекательной деятельности доктора Развлечудова стал парк развлечений, который он так и не достроил. По всей видимости, изготовление игрушек и других подобных товаров наскучило Развлечудову, и он принялся за людей, хотя парк обещал достроить. Это произошло в конце рабочей смены. Энтони до того запарился, что чуть не начал варить, не надев очки. Не успев поднести горелку к металлу, он почувствовал чью-то руку у себя на плече. Обернувшись, он увидел бригадира, помахавшего одним из своих многочисленных пальцев в знак игривого предупреждения. Несколько секунд Энтони пытался понять, что от него хотят. Затем надвинул очки на глаза. Он был уверен, что его глаза скоро закипят, но он знал, что бригадир подвергнет его куда более серьезному взысканию. Он почувствовал, как бригадир легонько погладил его по голове, и краем искаженного очками зрения увидел, что тот уходит. Энтони поблагодарил бригадира, тот небрежно махнул ему несколькими конечностями. Энтони приступил было к сварке, но тут заметил, что человек за конвейерной лентой ведет себя как-то странно. Человек улыбался. Энтони списал это на игры своего измоченного разума. На фабрике не улыбался никто. Человек нагнулся, порылся в свои сумки, вынул из нее двух маленьких игрушечных роботов. Они не были похожи на что-либо из продукции фабрики. Слишком блестящими, слишком новенькими они выглядели. Он поставил одного из них на панель управления, и кажется шепнул ему какую-то бессмыслицу, а затем поспешил с его близнецом в руках к бригадиру, оставив сумку открытой. Маленькая игрушка на пульте обернулась к конвейерной ленте и дернула рычаг, но ничего не произошло. Человек не обратил на это внимание, спеша к своему начальнику. Итак, в итоге сами люди становятся предметом веселых игр доктора Развлечудова. Речь, конечно же, о наборе маленьких господ. Это 20 различных SCP, объединенных в коллекцию. Можно сказать, что эта коллекция – это еще одна нить сюжета во вселенной SCP. Кроме этих 20, есть еще несколько маленьких господ, по какой-то причине не вошедших в коллекцию. Чаще всего экземпляры из этого набора – это люди или, по крайней мере, человекоподобные существа. Печальная судьба каждого из которых складывается в большую занимательную игру, цель которой – для каждого представителя коллекции придти к финишу раньше других. Вопрос только в том, что есть финиш и каковы правила этой гонки. Судя по всему, маленькие господа получаются из обычных людей. Например, в одном из рассказов в такого был превращен Доктор Кинг, хотя в набор он не попал. Бригадир обернулся, услышав быстрые шаги. Работа моментально встала, и все уставились на происходящее. Ничего подобного здесь еще не случалось, по крайней мере, не во время их смены. Бригадир посмотрел на приближающегося человека, взял протянутую игрушку. Он долго рассматривал устройство, вертя его так и это. Затем бригадир указал на человека, и тот кивнул и подтвердил, что именно он создал это маленькое чудо, и что многим другим оно пришлось по душе. Бригадир своими придатками поднял игрушку до уровня глаз человека. Энтони поморщился, когда металл беспомощно захрустел от хватки бригадира. Человек выглядел так, как будто в него выстрелили. Он вскинул сложенные чашечкой ладони и подхватил брошенный бригадиром комочек металлолома. Быстрым движением бригадир ударил по рукам человека, отрубив обе кисти прочь. Руки и бывший робот хлопнулись на пол с влажным лязгом. Бригадир обратил внимание на брошенный конвейер и скользнул к нему. Человек сгреб свои руки и обломки, прижал их к груди и поспешил за бригадиром обратно к рабочему месту. Бригадир тем временем поднял стоявшего на пульте робота и поставил его на вершину жестянки, ожидавшей проштамповки. Человек закричал в ужасе. Игрушка молча рассматривала создателя и погибшего собрата. Она повернулась к бригадиру. Бригадир обернул щупальцу вокруг рычага. Человек упал на колени перед начальником, но был проигнорирован. Энтони наклонился, чтобы увидеть, как человек копается в своей сумке стоящего пульта. Человек достал маленький тюбик наподобие зубной пасты, держа его культями, будто палочками для еды. Человек отгрыз один конец и сжал тюбик зубами, выдавив нечто желто-зеленое на свои бывшие запястья. Повертев обломки робота, он бросил их в сумку, подцепил ее рукой за ремень и бросился прочь. Энтони заметил, что ладони человека каким-то образом вернулись на свои места, хотя кажется еще не шевелились. Бригадир зыркнул вслед бегущему и вынул, как будто ниоткуда, что-то вроде пистолета. Бригадир произнес что-то, в чем Энтони не разобрал ни слова и направил пистолет на отступающего игрушечника. Игрушечник выкрикнул что-то, чего Энтони не понял, хотя слова и разобрал. Игрушка откликнулась на зов своего создателя, распахнула грудь и выпустила ракету прямо в лицо бригадира. Цех фабрики, в котором работал Энтони Заммер. Застыли конвейеры, сварочные горелки. И даже рабочие некоторое время не смели дышать. Потом что-то нарушило молчание. Единственная фраза, произнесенная металлическим голосом. Что-то, без сомнения, адресованное металлическому бригадиру. Не следует запугивать рабочего человека. Несмотря на то, что в фандоме SCP сложился вполне конкретный образ доктора Развлечудова, чем-то похожий на Вилли Вонку, в самих SCP-историях нет ни одного хотя бы минимального его описания, и по всей видимости не будет. Его образ внутри лора максимально размыт. В англоязычном хабе написано, что он может быть и человеком, и группой людей, и даже какой-то абстрактной сущностью. Из большинства рассказов по нему следует, что это работник фабрики. Хотя, судя по всему, не той, которая фабрика 001. Потому что та фабрика, с которой сбежал доктор Развлечудов, существовала во время Второй мировой войны. О чем говорит фраза, что Энтони мог бы сейчас бить нацистов. Итак, доктор Развлечудов каким-то образом узнал аномальные секреты фабрики и начал создавать вещи на их основе самостоятельно. Уже после бегства с фабрики, доктор овладел аномальными секретами в совершенстве. И может являться людям как в виде человека любого пола и возраста, так и в виде чего-то совершенно потустороннего. Щедро даря при этом свои предметы людям, а в особенности детям. Его характер также не определен. Его изделия могут быть как опасны, так и полезны. Он может делать что-то хорошее одним и превращать жизнь других в вечный ад. Единственное, что не меняется, это то, что во всем этом должно быть какое-то веселье, какой-то юмор, пусть и очень мрачный. Могущество Развлечудова настолько огромно, что ни одна из организаций не может не то что поймать, но даже собрать какие-то доказательства того, что он вообще существует. В то время как сам он абсолютно беззаботно подкидывает фонду свои игрушки, устраивает розыгрыши и целые представления на сверхсекретных базах. И даже открыто рекламирует свои товары по обычному телевидению в мире SCP. Доктор Развлечудов не добрый и не злой, абсолютно безразличный к судьбам отдельных людей, крайне могущественный персонаж. Все аномальные создания которого высмеивают несовершенный мир, в котором так мало радости и улыбок. У него только одно стремление, чтобы все могли посмеяться, хотя бы перед смертью. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok